здравствуйте друзья мы с вами в санта-круз а где же еще то где же еще быть воскресенье и мы видим мать и сына наталью которую на сбой все работает и максима привет сколько лет максиму мне почти 11 почти друзья гляньте на этого гиганта которого почти 11 так у него 155 я думаю так хорошо так ты в каком классе то пойдем там света сейчас это подойдет в каком-то классе рассказывает я в пятом почти шестом то есть заканчиваешь пятый класс так это что это middle school да да скоро будет я скоро буду в middle school так а то есть сейчас ты в элементаре да я сейчас ну так какие науки изучаются в пойдем потихоньку какие науки изучают в пятом классе ну значит сложная математика language arts и ну как писать мы делаем сейчас какой-то бук репорт когда я приеду завтра в школу потому что сейчас когда сюда сейчас каникулы да сейчас каникулы каникулы и а значит мы поедем я сейчас с мариной своей бабушки у нас есть рекорд сделать будет нам нужно дать его завтра значит у меня почти я уже все сделал что такое бук репорт объясни значит тебе нужно прочитать книжку как она должна быть там больше чем 200 страниц но говорят что читатели сам должен выбрать ты ты можешь сам выбрать и значит нам нужно написать main characters как книжка кто написал его то есть какие персонажи их надо как-то охарактеризовать эти персонажи значит значит она моя учителя которая для ил и она дала нам лист 24 24 штуки чего ты можешь делать ага то есть список возможных действий там ну ты только должен делать 2 а всего значит 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 я сделал портрет и я тоже сделал игру значит значит завтра нам нужно сдать я не помню я не помню завтра или послезавтра я думаю я забыл уже а скажи вот тоже самое скажи по что вот надо было сделать бук репорт yeah so we had to do a book report we had to read a book over 200 pages long we had to write down what it was about a quick summary and then we had to do our teacher gave us a list of 24 things we could do you're only supposed to choose two i chose portrait and i also chose the game понятно понятно хорошо по-русски у тебя медленнее получается ты как думаешь надо как сказать так давай я возьму камеру в другую руку окей хорошо так и все-таки какие дисциплины изучают математику я понял да language arts language arts это не просто английский это как-то мы делаем ну как мы делаем art language art art значит на на saint patrick's day мы делали как if i had a pot of gold горшок золота даже у меня был горшок золота нам нужно написать сначала и сначала мы сделали шамрок да да и как вы должны нарисовать его потом покрасить и потом поставить смотри-ка серферы да что они тут значит а я очень много бабушкой путешествую вчера мы только приехали нью-йорка наш самолет раньше прилетел мы должны были прилететь всем 49 мы и теле всем часов подойти но в нью-йорке вы тоже погуляли или вы просто ездили на круиз сначала значит я мы сначала были я на 1 и 1 четвертый дня у у нее подружки на несколько часов ну да да потом мы прогулялись ночью мы купили автобусные автобусные пассы в автор нуне 3 дня ну это были после такие призные как бы да да значит после значит мы поехали на круиз за 10 дней мы поехали сначала мы поехали сан-хуан это на пуэрто-рико и ой какой дождь сначала был как вот так да потом было друзья было вот как сейчас да да хорошо было и потом мы увидели облака я чего-то почувствовал на руку и и потом пошел такой сильный и мы замочились замокли за замокли это дождь был такой холодный и ой какой холодный я чувствую что дождь тебе запомнился да а сам сам город сан-хуан это первый раз был так пойдем сейчас мы туда дай пошли так был в сан-хуане первый раз и как там крепость смотрели да мы смотрели крепость за были какой-то тур там были для какого-то автобуса и потом я сделала много фотографий сколько детей до девочки вот с досками давай сюда 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 когда мы ехали на корабли на круизном лайнере да бабушка мне купила такие часы так а нам да там торговля идет на этих лайнерах покажи покажи что ты так спрятался вот такие часы понял и оригинал прайс был 650 ну ты чё ну ты чё а был 35% так значит было 444 а суши я думал что это подешевле нет не подешевле sky skyhawk понял радио контроль эко драйв то есть так а там телефона встроенного нет в этих часах может там может какой-то смартфон там нет я увидел мы значит этот магазин который мы купили это был называл назывался columbian эмарад понял ну хорошо подожди давай про острова если ты на карибах был так что там вообще на островах как там жизнь вообще ну как машины как вот такая это волка так и как твой normal life ну как не такие дома как не такие не такие как чуть-чуть ресурсы ага поменьше ресурсы по беднее там да там потому что это какой-то остров а это ты сейчас говоришь про сан хуан или ты говоришь про острова которые там уже дальше сан 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 значит не как вот так чуть-чуть поменьше чуть-чуть поменьше дома и почти все там по испански говорят так но люди хорошие так улыбаются есть так да да они улыбаются и как там очень весело смотри какая мель можно сказать давай посмотрим прямо не скажешь что океан тут прямо как-то так был был океан пляж но очень далеко да это оно намело недавно раньше не было этого просто вот так было когда дожди были штормило вот песок нанесло да да так чего значит после этого сначала мы попробовали мы попробовали орчард гарден это это чинский ресторан значит мне понравилось там каламары как есть кальмары да да а что они с ними как их приготовили просто отбивная была да они были красные как perfect blend понял и внизу какой-то не знаю какие-то rice noodles ага о какой велосипед да и внизу были какие-то rice noodles а потом пришли мой main course мне его не понравилось там я когда я увидел шриф шриф я просто люблю шриф я тебя понимаю вполне да ну шриф такой дорогой как джамбо это как чего я не знаю ну большой большой да джамбо очень дорогой значит мы потом мы приехали в saint thomas да это остров такой он голландский по-моему да че какая страна американский а это американский понял да 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 и это значит моя бабушка сделала сделала знакомые сделала знакомство да да русские и они нас туда отвисли на остров да это когда экскурсия была нет мы поехали на автобус да ну не такой твой ordinary да да открыто все такой туристический автобус да почти вот так ну как ступеньки значит если я мог тебе нарисовать я понял автобус такой открытый для осмотра примечательностей да да никакие стекла и там чуть-чуть не очень кооператив а какие острова были кроме сан томас потом мы приехали сан-мартин так а сан-мартин вот это он голландский полуострова голландский полуострова французский ну вот не были никакие французские значит было только американские virgin islands и какая еще british virgin islands а вот сан-мартин это американский virgin тоже да значит я все перепутал так значит и на сан-мартин вода какая чистая вот так много кораблей я даже не понимаю ну то есть в итоге тебе понравилось да все там мы заплатили 5 долларов как для подводного трамполина там были banana boat и последняя остановка тортола значит мы приехали рано в 7 часов утра и мы 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 шли из дома в 8 часов и в 9.30 а мы встретились внизу потому что это было в 8 день значит на бабушке сколько лет ей 78 но она так любит путешествовать да она любит значит где я была а значит у нас только был 7 часов до 1.30 корабль уплевал в 2 часа да почему так рано потому что мы были он скетчул нам нужно было фул спида значит на первые 4 дня мы ехали медленно то есть просто плыли в океане не заходя ни в какие там гавани да там было как Broadway на корабле театр назывался Stardust Theater так и это где все шоу там есть 7 o'clock и 9 o'clock шоу с ветером да ветер и мой мой фейврит был флаб там были русские из Украины и они мальчик какой сильный мог с одной рукой поднимать что девочку не было как чего 25 чего-то лет 25 а мальчику я тоже думаю что как 30 не знаю ага ну уже большой мальчик да он уже большой и такие волны не были как сейчас они были маленькие да у нас сейчас хорошие волны друзья давайте мы знаешь туда посмотрим какие волны у нас на океане чтоб ребята могли посмотреть тут серферы конечно мешают они закрывают от нас масштабы так много серферов уже волны не видно только не тут совсем мелко камни могут быть да вот там волна какая-то набегает красиво очень и вон там за ним еще одна идет мы посмотрим мне на самом деле трудно снимать потому что в экранчике моем LCD много света отражается я не так хорошо вижу что там происходит так продолжаем рассказ у нас поехали на шугар кейн бич на тортоле пляж сахарного тростника да и ой какая вода была чистая ты мог увидеть твои ноги то есть ты как бы рекомендуешь тем кто нас смотрит поехать на американские вирджинские отрава тортола это бритиш а тортола это бритиш так ну это почти то же самое ну да так так там нужно было паспорт показать или как нам только нужно нашу карту в эту комнату когда мы шли обратно на все значит каждый раз когда мы пришли так они давали нам чего-то попить какой-то сок был какой-то passion fruit да mango passion fruit а кто не пил сок того обратно не пустят нет да не пустят просто кто хочет пить хорошо значит но вкусные хоть passion fruit да замечательные ну хорошо то есть ты первый раз на карибах был да первый раз а бабушка она много раз она была на princess она очень нравится princess да да princess это просто круизная компания а Norwegian я думаю она даже так поприличнее она подороже мне кажется да ну а значит что было на корабле скажи кормили вкусно на корабле как вкусно вы ходили в рестораны или вы в буфете питались значит я бракфист и ланч мы были в буфете так а на динер мы все время были в ресторане так ну то есть тебе нравилось по ресторанам да а там дети вообще были еще или все были больше как вот твоя бабушка по возрасту да почти все дети много детей да а то я как поеду в кросс так там одни старички ну ну значит если я могу запомнить гарден кафе это был буфет да эм орчард гарден это был ресторан ошининс бар и грилл это был ресторан да гранд пасифик был ресторан клебистро это был французский ресторан и максим давай вот что сделаем давай мы переключимся от круиза переключимся на то как вот дети в американской школе учиться да вот эм у вас в классе много детей эм 25 я думаю 25 эм 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 как сказать разного такого этнического бэкграунда да или больше белый или как но разные у нас есть четвертый классник который приехал из турки из турции да и один приехал из афганистана так в третьем классе ну хорошо а так больше белые или там латинос вот что за дети ну больше белые значит у нас у нас есть больше мальчиков чем девочки а куда же делись девочки не знаю а это обычная паблика да это не частная но и цуки а не понял и цуки у нас есть но у нас есть девочки тоже школа паблик или правит а паблик паблик школа городская так хорошо так а вот дети там нет такого чтобы там дразниться обижать детей есть там два или три что два или три такие дразницы дети которые себя так вот ведут да один его имя Макел так он все время в трабл все время пойдет в детеншин все время куда-то пойдет детеншин это куда-нибудь в офис там да принципу да то есть он такой озорной да один еще был сейчас он мой друг он перестал это делать да его имя Стивен так так а он что делал значит он тоже он называл люди ими обзывался да подожди но нет такого чтобы там девочек там за косички дергать или там бить кого-то нет а дал а толкать ой даже нельзя толкать нельзя нет так давай посмотрим где наши где наши дамы подожди ага вон они там идут хорошо давай будем на них смотреть пока значит толкаться нельзя а если кто-то вдруг толкается что будет или там дерется например автоматическая или экспрессия могут выгнать из школы да ну подожди а куда же идти ребенку если он должен в школу ходить если он в школу должен идти да ну тебе просто нельзя если ты попал в детеншин или саспеншин так да саспеншин это как два и depending on how bad если ты кто-то как вот так да да это экспрессион просто исключили из школы да да а если ты кого-то толкнешь да это как экспрессион для чего для 1 week на неделю понял подожди а ну дети же могут играть там они они могут бегать там салочки какие-то или нельзя руками касаться друг друга ну значит мы у меня есть друзья которые меня все время проглажают в игру их и она называется infected так значит она почти как так ну как если ты кого-то возьмешь да как так да сейчас они на твоей стороне так и тебе нужно всех там найти и из так потрогать да потрогать и все потом они на твоей стороне но можно трогать да можно так а ну мы я знаю очень хорошее место которые прятаться вот слушай а вот говорят что сейчас в школах такая пошла тенденция что уже не пишут там в applications этих там мама и папа а пишут там parent one parent two есть такое нет у вас такого нет нету у нас значит они делают parents имя как супер я думаю что guardian one and guardian two значит почти это guardian нет именно parents такого нет есть такое там понятие отец и мать там mother father есть такое да да mother father grandfather они когда ты запишешь форму да школу значит тебе нужно счет когда тебе нужно сделать счет укол да когда ты кто может разрешить значит у нас есть принципы давай пошли девочки идут да подожди а вот елку в школе наряжают на новый год на christmas нет мы не делаем елку потому что люди сам иногда люди не celebrate christmas так ну а для тех кто celebrate тоже не уже не делают мы просто делаем маленький decoration понял друзья мы тут обнаружили интересную картинку она у вас сзади так немножко справа от максима да вот я сейчас туда наведу а вы наблюдаете максимус лучше нас декорации как будто бы это мы его снимаем а на самом деле нет друзья на самом деле мы снимаем вот тут собачку хорошую и два человека рядом с собачкой они там в палаточке отдыхают да так в нью-йорке вот или где ну да ты в нью-йорке только гостил в нью-йорке такого не видел чтоб люди так вот лежали где-нибудь ой нет как ты говори в камеру а то мы да придем туда стой 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 не разворачивайся говори в камеру микрофон здесь нет никому никто так не спал потому что так холодно было как было как 40 или один день даже было 50 хорошо идем вот ты в основном как бы ты при бабушке да так вот живешь с бабушкой да я же значит сначала я жил с мамой нет нет в камеру в камеру в камеру в камеру я жил с мамой в Сан-Хосе за 9 9 лет так потом я поехал в Марину это к бабушке да к бабушке ну я все время ехал с бабушкой на фрайдэй до мандэй я понял то есть ты раньше был с бабушкой на выходных а сейчас ты на выходных наоборот с мамой да понял так а что вот что хорошего в Марине по сравнению с скажем как жить в Сан-Хосе значит значит не очень громко в машине в Сан-Хосе ты все время услышишь машины шумно да шум так и а в Марине бабушка живет в Новом так значит там тихо не очень много машин там ездят ездят и бабушка все время убирает чего-то чего-то убирает у себя у себя в доме да у себя в доме и на улице так то есть ей нравится ухаживать за участком и за домом да значит на улице все время там листья какие-то как она все время подметает все время возьмет совок и вот так делает возьмет совок и начинает так подожди а что же она убирает там что мусорно что-ли как там есть какие-то листики а листики ну да а бабушка говорит зачем нам листики нам нужно чтобы было чистенько да когда она первый раз приехала она увидела что так грязно похоже что никто не убирал через каг хочешь на пляж туда да пошли туда да друзья мы опять с Максимом значит разыгрываем такую вещь как будто я снимаю его а я снимаю для вас жизнь в разных ее проявлениях друзья гуляют собаки у нас очень много собаки в Санта Крузе да а еще где собак много вон еще одна да это вообще собачий пляж весь пляж собачий здесь люди с собаками ну и людей без собак тоже хватает да тоже что что это это ну и все это